Всем привет, немцы, с вами опять я, Марина. Покажите ко мне, научка, как вы относитесь к плагиатам? Потому что сегодня речь непосредственно поёт именно о них. Да-да-да, я говорю про компанию Кипплериенс. А если быть точнее, речь идёт о разработчиках, которые создали нам такие игры, как Монашка-ебанашка, Мороженщик и Мистер Мить. В сегодняшнем ролике, Каливани, я поделюсь с вами своим мнением, которое вряд ли вам всралось, ну да ладно. Благодаря школьничкам, которые начали подпукивать мне в комментах под видео, где мы обозревали айс-крим, я просто не мог сдержаться, чтобы не продолжить буллинг подобного контента. По факту всё говорю в этом видео и в предыдущем говорю всё по факту. Ладно, что-то мы с вами разопизделись и слишком много. О чём я сегодня с вами буду беседовать? Ну, во-первых, я расскажу вам, почему я считаю Кипплериенсов ворами, вкратце расскажу, что именно они воруют и поделюсь своими наблюдениями. Также подробно расскажу, почему я считаю их, ну не за матиками. Не будем медлить и позъебали. Я не спорю, что Кипплериенсы достаточно масштабная и первоклассная компания по разработкам игр. У них определённый есть дар делать качественные игры, и в этом они, конечно, крутые. И руки у них не из жопы, как говорится. Но вопрос, есть ли у них фантазия? Я так не считаю. Сейчас я поясню почему. Я очень давно наблюдаю за этими разработчиками ещё с выхода ихнего первого популярного проекта. Да-да-да, я про Монашку Волосатую говорю, если чё. Когда я за ними наблюдал, у меня сложилось впечатление, что у них вовсе нет фантазии. Ну, во-первых, думаю, это всем известно, что при создании такой игры, как Монашка-ебанашка, они непосредственно вдохновились игрой Бабка Грэйни. В принципе, это и так всем известно. Но, впрочем, большинство хорроров сейчас так и делают. Ну, да ладно. Думаю, даже перечислять не стоит, что именно было спизжено. Вы и так все прекрасно знаете, что целью в Грэйни, что целью в Монашке является съебаться от сумасшедших тёток, которые жаждут тебя треснуть по ебалу. У одной бита, а у другой кувалда. В обеих играх присутствует похожий геймплей, но в Монашке всё-таки круче. Согласны? Хоть геймплееринсы спиздили геймплей у Бабки, они усовершенствовали свою игру. Из-за этого им большой плюс. Всё же было бы круче, если бы для Монашки они обдумали бы индивидуальный геймплей и не плагиатили Бабку. Возможно, игра была бы даже круче. В этом мы можем убедиться, что у разработчиков нет фантазии. Это первый факт. Теперь я расскажу вам о глобальном воровстве этих разработчиков. Ладно взять идею геймплея, это ещё можно пропустить мимо глаз. Но то, что они воруют чужие образы при создании своих персонажей из других историй, это уже перебор. Да, как вы могли догадаться, все эльтагонисты из игр кемплееринсов это индивидуальные персонажи, которые существовали в реальной жизни или присутствовали в фильмах ужасов. Сейчас я даже расскажу вам о каждом из них. Начнем с Монашки-ебанашки. Думаю, на абсолютно всех курсах, что создавая игру Evil Nun, кемплееринсы вдохновились не только Бабкой, но и фильмом ужасов про монахиню. Их самая первая игра, которая называлась точно так же, как и сам фильм, то бишь The Nun, была удалена из плей-маркета за нарушение авторских прав. Типа игра про монашку и название такое же. Поэтому они поменяли её на злую монашку. Если вы скажете то, что они просто повзаимствовали идею, то как-то слишком много они заимствуют, вам так не кажется? Хоть у злой монашки совершенно другой сюжет, совершенно очевидно, если бы ту первую версию игры не удалили из плей-маркета, я однозначно уверен, что сюжет был бы точно такой же, как и в фильме. Но, видимо, не прокатило. Второй их не плагиат, это персонаж Мороженщик. Да-да-да, создавая игру Мороженщик, они точно так же взяли идею из одного старого фильма ужасов. А название фильма, идея с которого они спиздили, называется Ice Cream Man, или же с перевода Мороженщик. Фильм 1995 года. Фильм достаточно старый, согласны? К фильму относится не только жанр ужасов, но и комедия. А ведь Мороженщик тоже хорром, таковым не назовешь. Фильм рассказывает как раз-таки о Мороженщике, который разъезжает по своему фургону, раздавая деткам мороженое. И как вы могли догадаться, затем ловил их и готовил из них мороженое, как в игре Ice Cream. Персонаж из фильма говорил всем покупателям, кто покупал у него мороженое, что он добавляет туда особый рецепт. А секрет их него рецепта заключается человечина. Самый большой плагиат высвечивается именно в первой части игры про Мороженщика. В всех следующих частях Киплериансы напридумывали что-то сами на коленку. Сейчас я конкретно поясню, что именно они спиздили. Во-первых, главный альтагонист мороженщик. Второе, тоже любит ловить детей и превращать их в еду. А в-третьих, вы представляете, они даже умудрились музыку из трейлера спиздить. Вот послушайте трейлер фильма и трейлер игры. Чуть-чуть попахивает воровством. Вам так не кажется? Это факт номер два, что у разработчиков абсолютно нет фантазии. Третий персонаж Мистер Мид. Тут вообще не игра, а сплошной плагиат, как я считаю. Во-первых, думаю ни для кого не секрет, что игру Мистер Мид и Плериансы выкупили у других разработчиков. Ранняя игра называлась Психопат Хант. Главный альтагонист тоже был мясник. Ладно, они выкупили игру, изменили персонажа. Но знали ли вы то, что создавая персонажа, да и саму в целом игру Мистер Мид, источником их вдохновения послужил реальный человек? Сейчас вам все подробно расскажу. В периоде 1976 по 1980 год на свете существовал мясник Каннибал. Клевленский мясник, также известный как Безумный мясник из Кенсербер-Ирран, серийный убийца, совершивший свои преступления в Клевленде Огайо в 1930-х годах. В 1994 году мясника обвинили в убийстве двух женщин. Журналистам он рассказал, что убил еще 10 человек. Собранных улик хватило, чтобы отправить маньяка за решетку на всю жизнь. Во время судебного процесса Душегуб признался, что встал на этот путь после того, как от него ушла жена. А теперь вспомните те самые портреты, которые висели в игре Мистер Мид. Там как раз таки тоже от него ушла женушка. Плагиат на высшем уровне. В отчаянии он превратился в ужасного мясника-убийцу. Мясник Миттани впал в депрессию и набрал вес, приводя в ужас одним своим видом. Останки жертв были найдены спустя несколько лет после заявления родных об их пропаже. После секса Миттани задушил женщин, а затем, с его же слов, отрезал их самые мясистые куски и продавал их в продажном кафе, называя их своим особым мясом. Вот такая вот сугубная история. Думаю, вы уже все согласились, что игра Мистер Мидт – это тупо происхождение реальной истории. И это третий факт, который доказывает, что у киплерианцев отсутствует фантазия. В принципе, ладно, если бы они вдохновились, но они нагло спиздили чужие прообразы. Но это вовсе не весь их плагиат. Ихний плагиат заключается абсолютно во всех их играх. Тут же возьмем пример недавно вышедших Хоррор Бравл. Я думаю, тут даже моллюск догадается, у кого они спиздили идею при создании C-шедевра. И все бы ничего, но, блядь, разработчики называют себя Хоррор Компанией. Хоррор, понимаете? И где бы это было видно, что вот это было Хоррором? Боже, я даже больше комментировать это дерьмо не стану. Перейдем к следующему их плагиату. И это Эвилнан Мази. Я не знаю, может быть, выпускаю эту игру, они над нами так пошутили неудачно. Ибо, ну, блин, что это вообще такое? Dark Deception, но с монашкой. Блядь, это уже перебор. Взять и спиздить абсолютно очевидный геймплей у другой игры. На месте разрабов игры Dark Deception покинул жалобу на этот кал. Вообще, заметили, что Киплериансы через чур подозрительно часто выпускают свои игры? Не успеешь отвыкнуть от ихнего ебучего мороженщика, они через мгновение выпускают новую часть. Или же какой-нибудь вырванный понос. А теперь я вам поясню, к чему все эти Хорр Бравлы, Эвилнан Мазы, Хуязы и многочисленные части про мороженщика. Ответ очень прост. Разрабы, ну, мазматики. Если кто не знает определение этого слова, это челы, которые хотят рубить бабло. Все, больше им ничего не нужно. И готовы ради этого на все. В нашем же случае, Киплериансы делают множество частей про мороженку, чтобы побольше бабла срубить. Ему же самим на стопи сделал этот мороженщик, отвечаю. Ну а что делать? Школьникам нравится. Денюжки плывут. А чё бы и не делать сто частей подряд. Хоррор Бравл они создали точно с такой же целью. Срубить бабок. Но чё-то не фуртануло у них. Киплериансы видят, как разрабы Бравл Стасика ликуют и зарабатывают миллионы на своей игре. И они им позавидовали, видимо. И решили создать что-то похожее. Ну проявил Нанмази, а даже говорить ничего не буду. Тут всё аналогично. Понятно, что это их дело. И они на этом зарабатывают. И иметь на это полное право. Но как по мне, эта маня к деньгам погубит их. Компанию и их игры потеряют интерес к публике. Этим видео я не хочу сказать, что киплериансы плохие разработчики. Напротив, у них есть возможности и деньги. Если они были бы оригинальны, они бы вообще были красавцами. На этом у меня сегодня всё. Много чё с вами мы сегодня обсудили, колываны. Надеюсь, вы сделали выводы для себя. Всем пока, колыванчики. Целую вас в лоб. Прощайте.